Детка репку не мог вытянуть, а мы смогли. Там все было живое. Намного легче. Шея и вперед наклоняет, и нет такого зажатого состояния. На физическом уровне. Так, расслабились. Ух ты! Вот этот треск и хруст. Нормально, да? Ключик туда, сюда. Ну, прячется хорошая, здоровая, и лопатка хорошо входит. Туда сюда. Понять тепло пойдет вниз в мышцы, там триггерную точку. О, так вот нормально. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. У нас, смотрите, новый пациент, зовут Арина, да? Жалуется очень на сильные боли в шее, что приводит уже порядка двух недель, говоришь, к головным болям, да? Да. И достаточно сильные боли, да? Да. Теперь, смотрите, возникает вопрос, из-за сколиоза это или нет? Ну, в принципе, видно, что сколиоз, потому что плечо выше. Если вам видно, давайте на белом фоне покажу. Видите, практически на полтора сантиметра выше левое плечо. Смотрим 20 лопаток. Лопатка тоже. Тоже вот эта лопатка ниже уголок. Смотрим дальше по тазовым костям. Тазовую кость. Ну, пока по ощущениям тоже вот это выше. Надо проверить, врожденное это или приобретенное. Ты занималась спортом, да? Да. Может, там какие-то движения есть такие, ну, как у хихилистов они все время в одну сторону делают? Ну, мы прыгаем в левую сторону. В левую все время? Да. То есть, вы закручиваете здесь на коньках в левую, да? То есть, мало делаешь вот той рукой? Да. Так, это непонятно. Смолчим по высоте коленок. Ровно, по щекоткам, ровно, плоскостопие. Вот здесь плоскостопие больше. Так что, пока можем предположить, что вот этот таз ниже, он больше давит на ногу, сдавливая тебе стопу, растущую ее. Понимаешь, да? Проверяем дальше. Проверяем сбоку. Так, вот поворачивай голову полностью влево. Проверяйся нормально. Здесь не тянет, да? Тоже бы с лицом сюда другие. Слабо тянет, да? Вправо. Вот, поворот даже чуть лучше, но тут натянута, да? Да. Вот она, вот эта мышца. Прямо, представляете, надута как палочка там как будто внутри. Очень жесткая мышца. Из-за чего ее сковало тоже, ты не можешь вспомнить? Можно спала в неудобном позе на высокой подушке. Нет, я даже не знаю. Нет, или тряханула как-то где-нибудь в автобусе, нет? Да нет. Так, проверяем по мышцам. Очень больно. Слева больнее, да? Одинаково. Одинаково. Да, трапеция верхней в гипертонусе. Наклоняй. А, подожди, давай еще вот так вот тебе. Держу, поворачивай в правочек. Тоже тяжелее, да? Поворачивай в лево. Еще тяжелее. Еще тяжелее. Вот тут все тянет, да? Да. С этих сторон. Так, наклоняя голову вперед полностью, ключица. Вот в такой позе достаточно сильно. Чуть больше, кучком ставим. Выпирает седьмой шейный позвонок. Ну, в принципе, для людей это бывает норма. Посмотрю ровно теперь. Вот он уходит назад. Видите, практически нет. То есть, проблема не в нем. Наклоняй вперед. Протестируем поперечные отростки позвонков. И вот видим, что слева мышцы зажаты, а справа выпирает позвонок. Вот, чувствуешь? Этот лант, он выпирает и дает прямо на мышцы с той стороны. Так, ниже смотрим. Просто расслабился, расслабился. Я так аккуратненько за губик. Тут нормально уже, да? Не болит. Так, еще раз развернись. Значит, если я голову загибаю вот так вот на экстензию и передавлю сверху, есть боль здесь, да? Да. Слабая? Да. Теперь вот так. Куплюсь. Вот здесь прямо, да? Так, это говорит о том, что фасеточные суставы, боковые вот эти отростки, они сузились, и там практически может артрит начаться. Пока еще нету. Ну, поскольку ты молодая, предположим, что его нету, да? Ну, уже есть опасность. Значит, будем теперь шею вытаскивать вверх. Теперь вот смотрите. Ставила банки, да? По всей спине, ну, вот до сюда, да? Да. До плавочих ребер. Банки не подействовали, да? Вообще никак. Вообще никак. А вот лопатка, я вам уважил, да? Вот это ниже. Лево ниже. Теперь по вот этим кодочкам посмотрим с горбись. Да? Плечи расслабленно висят. Вот, видно, второй позвонок относительно, если вот остисты отростки по шее все вроде на одной оси находятся, то в первый грудной сильно ушел влево. Да, небольшой элемент сколиозы есть. Вот и правая сторона сколиоза в грудном отделе. Глубь себе дальше. Опускайся вниз. Прям как кошка. Сгибайся. Стоп, 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 стоп. Плечи опускай. Вот тут задомри. Отпускай плечи. Вниз-вниз. Ну, вот, видно, да, что позвонки тут развернуты вправо. Дальше опускайся. Где пальцем держу невольно? Ну, чуть-чуть. Максимально, насколько можешь. Все? Да. Вот тут больно, да? Да. Вот, обратите внимание, поясница вот здесь. Болят мышцы. Теперь тазовую костью смотришь. Разгибайся обратно, только с собой мужской кошкой. Так. Так. Сейчас здесь держу, не больно, да? Чуть-чуть. Да. Так. Ну, предположительно, S-образный скайл рост, только в одну сторону повышается. Поясница еще раз. Купнись. Поясница, видим, все ровно, но вот тут мышцы. Да? Угу. Тут нету, да? Да. Гипертрофирована справа мышца. Это прямо откровенно видно. Видите, валик вот такой. Так. Все. Теперь ложись на стол головой туда. Нога, не сюда. На спину? На спину, да. Сначала на спину. Посмотрим, откуда начинается цель, сверху или снизу. Это будет видно, если мы вот немножко это приспущу по вот этим косточкам, лодыжкам внутри, просто прислать стопор, ну, почти равны пятки. По пяткам, вот тут больше, почти на сантиметр. Почти на сантиметр пятка выступают дальше. То есть, нога вот укорочена. Просто больно схватила или где-то? Нет, вот как раз там было, наверное, пять связок. А, пять связок вокруг голеностопа здесь? С наружной стороны. Вот тут, да? Да. Ух ты. Ну, давно было, да? Три года назад. Да, но за три года должен был листрастись. Так, вот я немножко подтянул, косточки на месте, ну, немножко пятка торчит, значит, не они виноваты. Смотрим по вот этим косточкам. Ну, в принципе, ровно. Вот тут мышцы не болят? Здесь справа. Справа, да? Как справа, слева? Вот это? Да. Справа разве? Вот тут, да? Да. Вот мышцы, поднимающие бедро. А, ну, вот она идет, она укорочена, да, точно. Везде болит, да? Угу. Вот, ну, вот банки не помогли, в данном случае, помогли бы иглы, если бы мы поставили иглы. Ну, может быть, уже сегодня попробовать. Ты на иглы согласна? Это очень больно. Ну, как камарик кусает. В принципе, все выдерживают. Так, сейчас поработаем пока вот с этой ногой. Смотри, я вот эту мышцу держу, а ты сгибай на его колени и застремляйся туда-сюда, вот так-то работает. Давай, 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 еще работаем. Еще? Не больно? Не больно. Давай, давай, через бой, через бой, работаем. Сейчас мы ее расширим. Ага. Все, отпускай ногу. Все, прославили. Сейчас, боль осталась или меньше? Поменьше. Вот, методом релизинга, это миофасциальный релизинг, мы выкатываем фасцию, это мышца. Каждая мышца, она как бы, знаешь, завернута так в пучок мышечных, пленочку такую. Если у нас разделывала, видела, да, там такие пленочки? И вот эти пленочки, они могут скручиваться, слепаться друг с другом, напрягаться. То есть даже виноваты на другую тени мышцы. Вот эти пленочки. Так. Здесь продолжает болеть? Уже легче, да? Так, теперь ногу сгибаем внаружи вот сюда. Так не больно? Нет. Здесь? Чуть-чуть. Поработаем немножко в эту сторону. Сюда сгибай и наружу. Давай, вовнутрь, сюда и наружу, вот сюда. Еще давай. Раз, два. Раз, два. Все, опускаем. Вот так расслаблено. Видишь, болит, да? Да. Вот, хорошо. Просто расслабляйся, расслабляйся. Так, гибкость, если большая. Так, вот так, если сможешь положить ногу. Да. Все расслаблено, расслаблено. Вот сюда, к локтю. Все расслабились. Расслабились. Вы же занимаетесь гимнастикой, да, перед тренировкой? Растяжкой. Растяжкой, да? Ну, вот хорошо, да. Растяжку тебе чувствуется хорошая. Подвижность такая большая. Сейчас опять расслабляем полностью ножку. Расслабили. Не бойся, не бойся. У нас такие приемы. Быстрые, но четкие. Все, чуть-чуть. Так, напрягась, испугалась. Давай, давай, да. Все расслабляем. Держишь. Смотри, ну, было чуть-чуть больно, да, но это прям, ой, и все, и проходит сразу, да? Ну, все, терпимо, так оно и будет. Терпимо. Вот, смотрите, ноги мы уже выровняли и по пяткам, видно, и по лодыжкам. Подойдите ближе, посмотрите поближе. Так, вот, смотрите, по большим пальцам на одной высоте, по лодыжкам на одной высоте выровнялись, видно, да? И по пяткам, и по пяткам тоже видно, что выровнялись. Так, проверим. Здесь больно? Ага. Здесь? Ага, меньше. Здесь? Да. Слушай, у нас все болит, да? Без массажа не обойтись. Здесь как? Ну, да. Тоже, вот я вам говорил, тут первый грудной повернулся влево, и последний поясничный тоже влево. То есть, вот это расстояние сокращено, ППС поясничный подвздошный сустав, здесь расстояние, вот здесь, тут три пальца вылазит, а здесь только два пальца влазит. Так вот, нажимаю сверху, проверяем на грыжу, внутренне отдает губене, где в животе, в позвонке, где в животе, да? Здесь? Он тоже влазит. Здесь? Тоже влазит. Так, где больше? Слева, справа? Справа. Так, тут? Немного очень. Нету, да? Здесь? Нет. Здесь? Нет. Нету, да? Да. Так, с этой стороны? Да. Здесь? Тоже с обеих. Здесь? Нет. Нет. Вот, это мы проверяем иннервацию, докуда идет боль за счет ущемления, если дальше нерва, нету дальше, да? Угу. Здесь нету, да? Только вот тут рассказано, Николь. Так, ну, скорее всего, это мышцы, вот. Тоже больно, да? Вот, это мышца, ну, сюда бы тоже ее бы поставил. Теперь вот это? Да. Тоже? Угу. Угу. Услушаем, ну, за один сеанс это получается уже, все надо пройтись. Так, проверяем. Длинный ног. Так, ну, выдавнился, все, наверное, нормально. Сюда кладем. Так, ну что, будем углы ставить в ногу в выкр? Ну, если нужно, да. Да? Ну, давай тогда начнем с игл, тогда я тебе сразу поставлю в шею вот сюда, с этой стороны. Угу. Надо будет тебе лечь, наверное, на подушку, вот такая подушечка, тоже пригодится. Ну, клетка, так, чтобы шею туда свесилась. Не, чуть больше под себя и плечи, плечи уже, вот так. Плечи вот сюда, дверь на них. Вот так тебе будет легче висеть, голову вот сюда положить. Вот это? Угу. Ну-ка, прямо посмотри. Ну, расслабляем, расслабляем. Сиделся уже мышцы. Вот эта мышца, да? Угу. Вот, эта мышца, чтобы ее нам не потерять. Вот, вот, внутрь. Вот тут? Нет. Вот так ее чувствуется, да? Угу. Она уже не чувствуется. Так, тогда будем делать ровно вот так. Чтобы ее не потерять, пометим йоду немножко. Сейчас обработаем. Ну, можно вообще и поясницу тоже чуть пропобыть. Тут больно? Нет. Вот так нажимаю. Нет. Нет. Вот так есть, да? Вот так? Да. Ну, это опять последовательные суставы. Так? Угу. Где нажимаю или спереди? Где нажимаю. Где нажимаю. Угу. Так, сейчас началось пирсиковым выработаем. Вот такой вот у нас получается реальный сеанс с применением разных натуропатических средств. У меня спирт. Чистый медицинский спирт. Хочешь не уснуть? Да нет. Вообще у нас свободный разговор, если хочешь о чем-то говорить, тут говорили. У меня логу предупредить, что я могу лягнуться. Лягнуться? Да. Так, если лягаться не надо. Так, и вот этот участок шеи. В локоть чуть в сторонку. А на сколько по времени спирт? Иглы? Да. Ну, в целом они будут стоять минут 10 плюс 5, наверное, 15. А еще пока я их поставлю, тоже пойдет, наверное, минут 10. Или ты про весь сеанс хочешь узнать? Нет, про его. Ну, в среднем получится 15 минут, наверное, 20. Когда я начну с поясницы, где-менее болезненные места. Так, здесь? Угу. Вот легко входит. Трепимо? Угу. Ой. Тут самая болезненная, когда они протыкают кожу, а дальше уже легко. Иногда бывает, знаешь, когда мышца жесткая, там она прямо скрипит внутри. Как пластиком по секунду, когда идешь. Ну, иногда могу в нейрф попасть, тогда да, может человек взвернуться, но так, в принципе. Терпимо, да? Да. Вот, умничка, все, удерживаешь. Много не будем ставить, потому что потом у нас будет, последует массаж. И, соответственно, после него мы разогреем мышцы таким образом. И после него уберем спазмы и проведем мануальные приемы, разблокировки шеи, прежде всего, ну и все спины в том числе. Так, и ты говорил, вот сюда вот тебе идет больно, да? Как больно? Угу. Да? Здесь нет. Здесь? Да. Так, небольшое ягодичное мышцы тоже придется, да. О, вот здесь точно могу лягаться. Лягаться, нет, ты не будешь лягаться. Вот, и говорим, побольше. Так, 6 сантиметров. Сантиметр не подойдет, еще побольше. 12 сантиметров. Пожалуйста, напугайся. Ну, это уже как пойдет. У меня тебя зависит, да? Угу. Рефлексы организма не поменял, да? Уколы куда угодно, только не туда. Поэтому ничего не могу обещать. Так, здесь болит? Угу. А здесь? Угу. Как нет? Вот здесь, да. Вот тут? Да. Тут нету? Угу. Вот тут есть? Да. Угу. Не боимся, не боимся. Все, опасно, через таки прошел. Дальше будет легче. Как тебе, Пьема? Да. Вот, ближе к костям все-таки 6 сантиметровый поставим. Немножко другой участок. Так, здесь, да? Угу. Тут? Повыше. Повыше? Угу. Да, я чувствую. Так, все, нарезаем. Сейчас, бери. Сейчас, бери. Сейчас, бери. Здесь, да? Угу. Тут больше? Нет. Вот тут? Да. Нет. Здесь, вот, да? главную кожу против все все больно так друзья товарищи вот мы подошли к шее как раз это мышцы которые прячутся от нас вот так прямо держи было так вот и видно вот надо вот мы ее пометим йодом чтобы не потерять эти места куда бы наводить иглы еще держи держи уже потерялась вот тут первое здесь вот это да здесь 1 даже . не там поставили вот тут вот туда вот видите получается тот мастер который ставил банки он даже не дошло до этого мышцы мы просто сзади поставил на задние разгибатели шеи вот а мы работаем более подробно более детально изучают организм и добираемся до всех мест крепления сам глупо общающих мышц так я понимаю твой мандраж перед угломе в шею да но ничего такого так вот еще больно вот тут можно смело втыкать вот он держим мышцы и там идет нерв блуждающий могу немножко задеть иглы такие тонкие иглы настолько тонкие что они проходят сквозь все сосуды артерии нервы сухожилия сустав даже могут войти потом вытаскиваешь и даже капельки крови нет вот терпимо да ух ты прям со скрипом скрип не чувствуешь жесткую мышцы будто бы иглу то кулаком держит не выпускает если перетерпеть боль полегче хочешь тут и работу кулачком так же мы или мячик следать руки у нас есть для таких ленток два мяча один помягче вы пожестче вывела ложки нажимаем так и вы поставить это не все сейчас мы проработаем током потом еще и огнем тепло передастся вглубь организма больновато да вот не ты умница все стерпишь вот тут не найдешь вот тут больно здесь здесь не то здесь тоже ну можно да можно где тогда не поставить здесь все 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 выдержала мы переходим к только процедурам я ставлю на самый минимальный поэтому в принципе ты выдержишь не главное не бойся ребята если вы нас смотрите очень внимательно да то пишите комментарии как вы вообще относитесь к таким процедурам смешно вам кажется или наоборот ужасно или вообще тебе как терпимо нам по крайней мере вот видите все терпимо мышцы быстро быстро сокращается потом организм понимает мозг понимает что ему такая работа не нужна он встает и ему легче выключить мышцы чем напрягать постоянно и он не отпускает так следующий включаем точку терпи 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 эх жаль музыку нельзя включить на все авторские права я могу спеть Тур-тур-тур-тур это тур-тур дур-ту а-тур а хахаха и тогда так долго завтра так забывает немножко другая мышца Дрожит там, да? Угу. Хорошо, хорошо. Так тоже есть? Да. Так, перейдем к пояснице. Слабенько? Угу. Не идет. Тоже не идет? Оно чувствуется. Ой. Немножко. Немножко, можно это выдержать, в принципе. Полегче делать? Угу. Вот так, да? Да. Угу. Можешь истоку, в принципе, маленького. У нас, видите, два всего. Единечка-2 по шкале от одного до десяти. Работает на обычных батарейках. Так, сейчас будет интересно. Обычно надо. Что, единичку поставить? Не, это самая зажатая муниципиция. Идет сейчас? Угу. Так, идет? Угу. Угу. Больно. Немножко, больно. Больно, правда? Угу. Угу. Поменьше. Считаешь, это гимнастик, когда только мышцы, без твоих усилий? Вот такая тренировочка у нас. Ты же тренер тоже, да? Да. Ну, у нас разные методы тренировок. Как ты понимаешь? Ты обучаешь на коньках, да? Стоять? Баффи. И что, и танцевать? Кататься. Просто кататься, да? Нет, с элементами. Как фигурное катание. Ну, фигурное катание, это очень интересно. Сейчас наоборот, тема опять популярностью. Прибрала популярность снова, да? Конечно. Вот, вы можете наблюдать, как работает ягодичка, да? Мышцы сокращаются. Ничего, 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 это терпимо. Это терпимо. Большая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца. А тут чуть не идет, да? Ну, так чуть-чуть. Ой. Работаем, работаем. Еще 20 отжиманий. Можно, в общем-то, и через свой палец еще и запустить. Терпимо? Угу. Ой, меня самого тряхануло. Угу. Угу. Вот мы... Ну, тут я смотрю, уже легко переносили, да? Ну, да. Слева полегче. Справа, да? Угу. Так, вот мы можем перейти уже к икрам. К икрам. Ой, извини. Ну, там все согласно. Опасно? Угу. Так, тихо. Дорога. Подготовь. Ну, я думаю, что, где? Дорога. Иди от, да? Угу. Угу. Так, ну, нормально. идёт вот так да вот так очень сильно хорошо поменьше вот так по моему вообще слабо да по моему слабенько добавить нет задергалась так все поставим вот такие вот полынные максы такие сигареты из полыни вот такие маленькие видишь они будут тлеть дымится и соответственно по ним тепло будет проникать туда в глубину мышцы так вот ребятушки продолжаем поджигать вот эти максы иглы металлические теплопроводные и потом по ним пойдет немножко боишься да мышцы держатся у тебя так как будет подойти по ним тепло пойдет вниз в мышцы прям в триггерную точку вот они находятся на клеевой основе на такой подставочке поэтому не будет никакой пепел капать не бойся я с тобой я тебя держу берегу так 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 и на икрах запах пойдет вот дымок вообще полын считаются полезной и даже окучивают окуливают помещения изгоняя злых духов и демонов вот такая картина у нас получилась так ну вот мы и продолжим теперь с массажем убрали переписи обработали теперь самое главное разогрев мышцы было там тепло когда иглы отгорели? да да отлично сейчас еще будет теплее будем обои высекать чувствуешь? пошло тепло отлично давай эту руку опустим вот эту голову в мою сторону если хочешь можно разговаривать или тебе как? я так не могу помолчать хочется? отдохнуть релакснуть да? да ну а вы любители смрщики слушайте шорох шорох это означает что в данном случае у нас энергия кинетическое движение передается в тепловую энергию и обязательно добавляем вибрации разного рода в разных толскостях ослабляйся я буду потихонечку заходить вглубь тела и предупреждаю что кое-где может поболеть немножко хочешь можешь покричать или можно немножко ослабить для первого сеанса пока терпимо? пока да ну и поскольку ты спортсменка тебе известно что после тренировок усиленно бывают мышцы болят да? вот такой же эффект у нас тоже может получиться на следующий день или через день даже ты теперь знакома да? да так что потерпи меня там злостно не ругай на следующий день это нос чесаться будет терпимо? ага вот молодец потянем так хорошо и так терпимо да? выше море тут уже больно да? так так вот открепляем мышцы от костей от подвздошных костей в данном случае есть мясца прием называется пекать месяц тесто для булочек или для пиццы для чего тебе больше нравится? для булочек сейчас сейчас немножко поболит зайдем поглубже пока терпимо да? угу 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 и с вибрацией так ну сейчас уже меньше болит или как? поменьше до углы больнее да? ну да вот еще тебе и позвоночник вытянем декомпрессируем и шею вытянем вот так вот уже кое-где прохрустит это специальный мануальный массаж он отличается от всех остальных массажей то что сразу с водительством на кости и связки сразу уже и суставная гимнастика будет и декомпрессия вот видите вот мы таз отталкиваем от ребер расширяем вот это пространство помните потому что оно было узковато сейчас мы его еще побольше растянем так пока терпимо да? ну ну кстати я тебе могу уже поздравить со здоровым румянцем на пол спины ок это является для нас отличным показателем значит торговая кожа отличная трафика ткани в норме кровообращение тоже хорошее так потерпи чуть-чуть терпимо да? ну по крайней мере сюда не отдает вот правильно что нам говорит о том что грыжи у тебя нет нету и еще потерпи теперь мы с тобой подышим выдох и еще и еще раз выдох и еще выдох еще теперь длинный протяжный выдох и еще и еще и еще и еще выдохаем о и кое-где прохрустил слышал да? угу терпимо? нормально? да ты вот говорила что раньше ходила часто к мануальным терапевтам по причинам этих боли да? не так же делали ли? ну да по-другому так плечо нормально не болит спереди да? нет глубокая проработка плеча и вот приемчик называется вращение топорика видите? топорик только получается моё такую самую сторону в другую сторону и плечо заметно ставим обратно за лопатку потянем туда и сюда в эту сторону тянутся зубчатые мышцы и подлопаточная мышца здесь можно поднимаешь лопатку и ромбовидно тянется туда сюда туда зубчатые мышцы а вот тут да? да вот тут да? да сейчас мы до него тоже доберемся и вот тут потерпи можно стонать кричать можно проявлять любые эмоции у нас тут все можно научите себя намаз правильно нет спасибо не надо на «ать» надо говорить «охи» каиф ммм хорошо так хорошо еще никогда не было да? угу Ребра тоже раздвинем, избавляя от межреберной демрологии. Немножко постучим, пошлепываем. Вот, теперь этот локоток висит, ну просто-просто висит, ничего не делаем, а выдыхаем вместе. Дышим свободно и переворачиваем руки и голову в другую сторону. Продолжаем разговор с другой стороны. На чем мы там остановились? Что дебра жесткие, да? Вот, с этой стороны ума уже покраснее спина, а тут еще нет пока. Поэтому наша задача, скажу тебе по секрету, как художник-художнику, главное попасть в колор. Правильно? Чтобы не переборчить и не доделась тоже плохо. И переделась тоже плохо, да? Продолжение следует... Продолжение следует... примазывается кабачки любимо поперечное сошли не мы расшатываем всеми способами и вибрации видите я уже до головы дошел все еще качается потому что запускаем вибрацию через кости так здесь все еще до причем тоже езды продолжаем решать позвоночник подошли к крестцу такие точки акукунтурные акукунтурные тоже потерпи здесь как это называется тесто растянули мышцы сжали поскручивали их по диагонали туда и сюда все стороны полностью размять так глубоких мышц как он пройдемся и вибрации запустим это декомпрессия филопозаму штука и раздвигаем кости таза потерпи немножко и вот здесь потерпи и выдох и еще раз теперь длинный протяжный выдох и еще разок выдохнуть и расслабились все дышим спокойно а это как прием называется не помнишь нет в россии это парика плечо туда и сюда ну плечо все хорошие здоровые и лопатка хорошо входит туда сюда тут в общем все путем все нормалек и вот такие точки певучие можно петь еще одну еще наклонил выше по тональности выше выше пи 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 аллилуйя аллилуйя и расслабились все все расслабились тут уже не больно тут уже нормально так так и эту руку опять повесили просто везет на сеть угол сюда поближе вот сейчас не надо будет как раз вот так пытаться и выдох еще раз еще раз все так ну клади голову теперь на руки вот так вот вот вниз мы приступим к шее самому нашему сложному элементу тела самому больному да так вот возьмем все мышцы болезненно, да? дай понимаем, понимаем тебе у него самого возникает тоже с этой стороны мышцы зажала так что утром проснулся и нога щекала пошевелить колом стояла отпустила только тогда когда я сделал блокаду себе прям вот в шею сюда блокады значит такой инъекции определенные препаратами прям мышцы ну и там через час через два уже более не отпустила окончательно отпустила только на самом деле через два месяца но это плюс упражнения скрутки для шеи ну вот она постараться может продлевать тебе и теплым душем там и грелку какую-то мы подкладывать надо знакома тоже молодая девушка она вообще спит с грелкой теплой представляешь таз отодвигаем замочника таз отодвигаем по правильному сторону это тоже элементы декомпрессии ничего ничего через боль выздоровление в нашем случае через бора будет потерпеть где-то без терпения не будет терапевтического эффекта терапия и терпение они же однокоренные слова да совсем ты unsuccessful ты совсем обычным сигару да 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 каминать вот немножко потерпи чуть-чуть все выдохнули вот насколько мягчество сама как чувствуешь еще вытянет вибрация только же было длинная лебединая шея девушки любишь длинные шеи это залог красоты другим девчонкам на зависть порогнем для наслаждения визуально наслаждение на видах можно постановить погромче люди любят когда у нас тонут только поэротичнее стоны должны быть да да ладно чего что мы стесняйся стани тут прием называется орел коксом захватывает череп и уносит его под небеса чувствуешь в глазах небеса появились вот это вот и тут еще потерпи потерпи раз мы избавим тебя сейчас от головы боли может быть какие-нибудь хронические усталости бессонницы наоборот из-за того что вот эти мышцы они заканчиваются сухожилиями и сухожилийный шлем стягивает всю голову получается влияет на внутрочерепное давление потерпи чаще какие головные боли лобные затылочные или височные оттуда и 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 даже мурашки пошли значит что-то приятное есть в этом массаже так сейчас я тебя с вытру салфетками вот вся теперь красная поздравляю с здоровым румянцем на всю спину сейчас мы девушку салфетками и потом уже похрустил для мимо саммональной терапии костоправством трастовыми техниками может только как это называют моделизации позвоночника снятием функциональных блоков по сути это все одно и то же просто разные термины карина добавить руки в стороны свесим расставляемся и выдыхать когда я нажимаю еще раз чуть-чуть по-быстрому все еще все пойдет на пользу потом поймешь что не зря терпела все и мы теперь выдыхаем врачу голову в другую сторону теперь я чуть-чуть голову перевернул сама ничего не делаю так нам почек положим плечи-то сюда все было живое так как это мышца уже вижу желудка не болит видишь ты же твердила зря пришла зря пришла так другую сторону голову поворачиваем пацанку лбом пристал справа толчало, сейчас больно, да немножко? Так, ну то мы заделываем в другую позу. Так, все понятно. Город вообще-то. Ногу расслабили, там все расслаблено, все. Вот, как там все, хрустит. Вкусно, да? Да. Так, подушку убежали. Игры болят. Игры болят сейчас? Я знаю. Ну это вот отыгры еще. Да, напрягают. Чего-чего? Когда напрягают. Сегодня или вообще? Сегодня. Ну вот, после игр. Ну, после игр, да, все расслаблено. Ну, сейчас там от уколов сама, сама еще боль осталась. Пройдет примерно через день. Ну, на следующий день, либо через день. Еще расслабились, расслабились. Еще как пристанье. Еще держишь ногу, держишь. Видите, все расслабили. Ага, и... Опа! Опа! Так, все отлично. Поворачивайся ко мне спиной, лицом к водопадам. Так, да, ложись вот туда лицом. Избушка-избушка ко мне спиной. Задом. Ногу сюда. Вот эту ногу. Прямую желательно. Вот так зацепить за стол. Держись. Эту руку назад. Придерживай слегка. И смотри вот на плакат область таза. Видишь, там гостей. Показывай пальцем туда. Да. У нас, в принципе, такой. Куда мы обращаем внимание мозгом и глазами, да? Там и происходит воздействие на физическом уровне. Так, расслабились. Ух ты! Вот этот треск и хруст. Нормально, да? Ага. Ну, такое, что ты и часто сама хрустишь, да? Да. Постоянно. Так, реверанс на другой бачок. Раз по десять в день. Да, много вообще свисает даже, да? Руку туда. Нет, это пока. Ну ладно, может держать. Просто немножко по-другому. Ох! Вот так вот. Все, ложись на спину. Угу. Так, ну с ногами мы уже поработали у тебя. Расслаби, расслаби. Все, ровность ног осталась. Просто сейчас ничего не делаем, ничего. Просто расслаблено. Ага, вот так. Сейчас же жить. Может быть. Что может быть? Что делать? Сейчас. приходи себя чешка не было но пацану со стороны внутри да еще раз нагибаем ногу расслаблено расслаблено и еще расслабили все-все-все в бок не гибаем к локсу еще вот так и вот так ну с руками все хорошо наша цель добраться до перехода до сюда я помню все берегу красивый приходи себя чего до поработать а не менее или другому даже хорошо тут маша деле на пользу сюда да и еще только в руку пошло и вот сюда привет не веришь на самом деле все это безопасно все нормально видите девушка улыбается но это еще и все мы теперь тебе за череп вытянем вообще без позвоночника смотрел фильм хищник с форс негром прием запрещенный барабан на дробь потому что прием запрещенный во многих странах садовской аравии африки и океане все разрешено нельзя а нам можно здесь внимательно с этого рапса будет еще интереснее вот мы взяли за основание через через тоже смыкаем просто все замкнули потянули потянули и хреб где детка репку не мог вытянуть красавица где было сказали под черепом дальше пошел сюда до грудного дела дошло так надо тоже нам не надо нам случае нам надо немножко расслабить так вот тут не болит здесь слева так вот так это кстати атланты и второй подвунок там тактипитальный сустав и атланта аксиальной достаточно легко очень гибко дело в плотинчик вытащим поэтому все положим еще ниже спускайся сюда чтобы было висело со стола я держу голову поэтому мышцы свою помощь расслабляй и так еще все так вот просто сидишь проверим шею болит все тут болело один почти выравнился чем до конца как бы хотеть и удовольствием латается собственным лесом еще разок все отростки все на месте и поперечные вообще вообще даже сам удивляюсь так со стороны не тянет тоже на вот это место боли да не все конечно задний раз получаются момента подальше выкачивайся еще чуть-чуть еще на большой кладил так на меня провисай как бы маке висишь у меня локоть а сережка извини провисаешь городом бочок это положили аккуратненько все значит сегодня она уже не пойдет уже сегодня мы завершили сейчас только проверим боль осталось здесь здесь более не осталось что из этого доказать ладно можно вставать теперь одеваться ну и так прекрасная машина арина да вот посмотрим твои плечи давай чтобы вначале что сейчас сейчас вывелись смотрим волки лопаток ну вот тут лопатка и все-таки справа стороны еще ниже осталось да о поле вот эти все домом которые были здесь как нет здесь туда справа да дочит развиваться что вот эти у меня были проблемные места это две мышцы поднимающие лопатки скапываю с мускуру нормально да прямо чувствую мягкие и сама зажатая мышца это было это было вот это вот болит в нее иглы вставляли ведь смотрите мягко стал вообще не чувствуется абсолютно боль да так он сама как чувствует делается что так вот тут было очень на пояснице вот это мышцы 2 часа развернемся чуть-чуть может спустить посаду сюда так сгибайся так вот вырвнулся здесь позвоночник здесь 10 не до конца вот тут еще опять левосторонний зато поясница ровненько ставите так занимайся до куда можешь в смысле до пола стоишь был болевой синдром здесь сейчас нету нету все ушло поднимайся поднимайся но все чудесно смотри на 8 великолепно ты сама как чувствуешь ну прекрасно так что что теряетесь все там сидеть дома да если что-то болит если что-то какая-то проблема в теле в любом месте вообще у нас много разных натуропатических методов это и пчелы и иглы и пчелцы еще сегодня делали да и пиявки и огнем терапия ну в общем очень много разных способов подберем именно под вас в зависимости от вашего характера боли вот ну скажи пару слов рекомендаций все будьте здесь у меня у олега алафа гудвина дорогие друзья и попал и очень красиво улыбка мне нравится полагайся почаще такой вот если мы еще делали в начале я вот нажимаю на фасеточные суставы сдавливаю щас есть боль вот сюда нет ну все отлично можно одеваться собираться но еще пару упражнений дадим лфк как саму себя восстановить до настоящих друзей